Здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо, что смотрите «Аргумент» на YouTube-канале «Униан». Сегодня у меня гость. Я уже традиционно вас, Сергей, представляю. Гость на миллионы просмотров. Меньше мы с вами не работаем. Полковник Запаса, бывший разведчик-нелегал, известный публицист Сергей Жирнов сегодня согласился отвечать на мои вопросы. Спасибо огромное, Сергей. Очень рад вас видеть. Спасибо, Алексей. Это тоже взаимно. И у нас с вами вообще самый запойный. Вы человек, с которым я делал самые великолепные эфиры. Наши эфиры. 2,7 миллиона, 1,5 миллиона, 1,2 миллиона. То есть больше пяти. Суммарно то, что мы с вами сделали. Я думаю, что это хорошая традиция. Будем продолжать и дальше. Это все зависит, конечно, от наших. Так держать, да. Ну, наши зрители попросили нас поддержать и просмотрами, и лайками, и колокольчиками. И не забывайте подписываться на YouTube-канал Сергея Жирнова. Там тоже всегда очень много интересной информации. Спасибо, кстати. У меня в последнее время растет очень сильно. У меня уже там больше 72 тысяч вдруг образовалось. И благодаря вам теперь, я думаю, что будет эта традиция еще продолжена. Спасибо. Ну, лиха беда начала. Дальше будет больше. Верю в это. Сергей, вторые сутки пылают рты российских пропагандистов. Они за поезд, за клеп рассказывают о судьбоносном, историческом визите двух равных мировых лидеров, визите Си Цзиньпиня в Москву к Путину. Что вижу я? Я вижу выход его императорского величества из царского поезда в городе Таганрог, вы знаете, и лебезящего перед ним лакея. Императорское поведение Си Цзиньпиня и абсолютно лизоблюдское блеяние Путина. Вы лично когда-нибудь настолько униженным Путина видели или нет? Нет, я, конечно, не видел никогда Путина настолько униженным, хотя он всегда лебезил перед Си Цзиньпинем. Он так перед ним лебезил, но на самом деле 4 февраля 1922 года на Олимпийских играх, когда он уже знал, что он будет нападать на вас. Но он, похоже, скрывал на это осень. И мы, кстати, это узнали немножко позже, потому что мы были уверены, что тогда он Си Цзиньпиню рассказал, что он собирается нападать на Украину. И Си Цзиньпин ему сказал, что ты можешь делать все что угодно, но не раньше 20 февраля, когда у меня закончится Олимпийский играх. Что и состояло. 21 февраля Путин объявил сначала о признании Лугандонии и Денери. А потом 24-го, значит, огненная фаза нападения, полномасштабное нападение на Украину. Здесь еще хуже. Вы знаете, началось с самого начала, когда прилетел Си Цзинь, значит, Лугала. У него огромный самолет. И на этой же стоянке стоит самолет, который в два раза меньше. И то есть вот мы с вами телевизионщики, да, по этому поводу, ну, полная глупость, да, но показывает на заднем плане вот этот самолет Путин. Потому что этот огромный самолет китайский, и у него же большой, там какой-то ИУ-96-86, то есть там очень приличная машина. Но у китайцев это воин 737-й, и по этому поводу, или что-то в этом роде, да, то есть, ну, какая-то, ну, в два раза больше машины. Дальше Путин, на самом деле, над ним немножко поиздевался. Потому что по протоколу государственного венитета, Си Цзинь Пиня должен был встречать Мишуц. А его встречал какой-то вице-премьер, которого никто не знал до этого, да. Семдок Вейсер, ну, то есть узнали эту фамилию, прочитали, и тут же ее забыли, да, потому что он ни для кого, ни кем не является, он вообще никто. Да, потому что вице-премьер в Российской Федерации, это, ну, я не знаю, как примерно там полотел в какой-нибудь там муниципальном образовании. Но по рангу государственного венитета, то есть, строго говоря, если человек, страна, уважает страну, то Путин лично должен был приехать в Аэропорт в СССР. Это, например, мы видели в Казахстане, когда в прошлом году, в сентябре месяце, Си Цзинь Пинь, прежде чем поехал в Самаркад, сделал свой первый иностранный визит за границу в Китай, он приехал в Казахстан, и его встречал лично такая-то, лично такая-то. А тут поставили пример, вице-премьер. А дальше мы видели, значит, вот они сидят, и Си Цзинь Пинь, он же улыбаться-то умеет, на самом деле, да, потому что человек восточный, то есть, если нужно с вкладкой улыбаться, он может с вкладкой улыбаться, никаких проблем. А он сидит с каменной ногой, абсолютно с каменной ногой. А у Путина бегает глаз, сучит он ножками, ножками он сучит, столми днями он просто уже, у него какая-то, судя по всему, мотовная реакция, какая-то заторможенностью реакции с тормозом не работает. Он не может не сучить на ножки. Вот. А главное, что я с вами согласен, у него, конечно, бегают глазки, он их отводит, он вот туда смотрит, туда смотрит, и восхваление. А вы знаете, вот это взаимное восхваление, дорогой друг, у меня была в детстве книжка Басин Ивана Андреевича Крылова. И в Басине, я не помню, как она называлась, но там была очень красивая картинка такая, два пунт-дога, которые, значит, стоят и друг-друг там, и обливаются во всяких там конфлиментах, а и у одного, и у другого за спиной кинжал. И вот это вот, это самый вариант. Причем кинжал только у одного спины. Потому что вот этот степень держит кинжал, а у Путина даже кинжала нет. Причем просто ржало. И это совершенно ужасно для Российской Федерации, для России. И поэтому я сегодня сделал даже у себя в Телеграм-канале, написал такой гепкий пост, что наместник северной китайской провинции Рашкал, которого зовут Ху-Еп-Ло, принял у себя своего большого начальника. Ну вот и все. И больше нечего. Но вот завтра, конечно, они устроят нам театр. Причем, вы заметили, сегодня никаких церемоний нет. Сегодня ху-Еп-Ло будет в мордой автоплавство. А вот завтра они нам устроят, по итогам того, что произойдет у них сегодня, наедине, они нам устроят, конечно, там, я не знаю, там, театр восточный. Причем на Востоке ведь всегда нужно напрягаться не тогда, когда у вас ругают, и когда не говорят ничего, а когда вас хвалят. И особенно, когда вас хвалят в превосходных степенях. Чем больше степень превосходная, которая вас расставляет на Востоке, тем больше нам напрягаться. Скорее всего, это все не сопротивление. Сергей, получается, привычка вторая натура. Путин настолько привык унижать лидеров других государств, что даже ожидая судьбоносного для него визита, понимая, что от этого визита зависит его без преувеличения, даже физическое выживание, он все равно не удержался и унизился из Дзиньпиня в аэропорту. Ну, это поразительно, конечно. Вы знаете, я думаю, что в этом даже есть какая-то логика. Потому что Путин ведь пацан из подворотни, а в подворотни ведь все вот это так же, как на Востоке. И поэтому там нельзя показывать, что ты лешь. И это вот у собак ты должен лечь под я и дать себя, так сказать, над собой надругаться, потому что тогда что-то будет нормально. Это вот убу-нобо. У нас будут замечательные обезьянки такие, которые все решают через секс. У них все решается. Положительные вещи, отрицательные. То есть вы поругались сексу, вы рады сексу. Причем секс в любом варианте, перекрестный, какой угодно. Это вообще самая интересная животная популяция на Земле. Потому что они вообще решили все проблемы социальных конфликтов, потому что они все решают в синтезе. И я так думаю, что сегодня Цзиньпинь просто будет иметь несколько раз в украшенной манере и в групповом варианте Кремле. У него должен, да, в Кремле, в Нолгаре, в Нолгаре или что. Но Путин, перед тем, как он нажит под этого китайского сыра, он сделал хотя бы вид, что типа он может тоже там огрызнуть. Ну вот такой вариант. Но весьма любопытный, потому что, конечно же, мы понимаем, что им обоим праздник испортил международный трибунал Нолгаре. Потому что то, что Цзиньпин ехал отреплять свое прямосходство над вассалом Российской Федерации, это все понятно. Это все было понятно с самого начала. Россия уже год будет в очень талисовом положении от Китая. Кроме Китая у нее еще сейчас вообще ничего не осталось, потому что, конечно, там Зимбаба какой-нибудь, это не в счет. Или там Белоруссия, это не в счет. Или там Сирия какая-нибудь, это не в счет. Или Венесуала, это не в счет. То есть остается только Китай. Но вот история с Гаагой, она обоим, кстати, делала очень неприятную вещь. Очень неприятную вещь. Потому что они, конечно, два счета, оба. Они все говорят, мы, конечно, его не признаем. И правда, они не подписаны. То есть Россия подписала, но потом отпугала свою подпись. А Китай не признает никогда и не признает никогда, потому что если он признает, то их всех там посадят сразу, немедленно, начиная с Си Цзиньпинь, потому что у них там есть унгуры, у них есть эти самые Далай-Лама, Тибет, и через запятую там можно дальше продолжать, потому что много чего им можно приверить. Поэтому в этом смысле, конечно, они не признают. Но Си Цзиньпинь понял другую вещь, что Путина больше нет фактуентра. Все, его нет. Есть физическое лицо Владимира Владимировича Путин, обвеляемый и разыскиваемый по международному ордену на арест международным Сен-Сентрацией. Все, пока что он еще по недоразумению является временным исполняющим обязанности президента Сен-Сентрацией, что Си Цзиньпиня очень устраивает. Но его не устраивает контекст, потому что в этом контексте он рад был бы отменить визит, но он это сделать не может, потому что визит, во-первых, уже был объявлен, и отменить его, это значит признать визит свою гааге, а это он не может быть. И с другой стороны, он себе сказал, ну ладно, ну бог с ним, это неприятно, конечно, вся эта история, потому что я замазываюсь, замазываюсь об этого пачканного деятеля. Но для меня, конечно, это просто тактически идеальный случай, потому что, ну, то, что я хотел в мечтах только от него получить, да. То есть вот сейчас можно прямо подписывать там передачу Сибири для Новосибири, совершенно спокойно. И Путин даже может не кочевлянуться, а даже может сказать, ну, это замечательно. Вот мы подумали и решили, что у нас теперь союзное государство с Китаем. А почему союзное государство? Вот завтра возьмут, они и объявят. То есть Белоруссия, Россия, Китай союзное государство. И Белоруссия, инфининг, конечно, естественно. Так-так-так. Ну, в общем-то, интересно, Сибирь, интересно. Ну, вполне возможно, наверное, вариант, учитывая, насколько понизил вот этот ордер, выдача ордера на арест Путина, переговорные позиции Путина перед этой встречей. Да, удивительно, что вообще эта встреча состоялась. Но она состоялась. Но раз уж все на нее решился, то он, ну не то, что он и был в выгодной позиции, но сейчас Россия, это просто тряпка, которая может выживать, выживать и сделай сколько хочешь. Возможно, будет вопрос о территории. Да, возможно, будет вопрос о территории, потому что, в общем, они, кстати, накануне было несколько значимых вариантов. Первое, значит, у них там есть Министерство географии, управления какими-то ресурсами, которые выписывают карты с названиями российских городов. По-китайски. То есть, грубо говоря, они, ну поскольку ведь Путин пользовал... Чезин Пень, строго говоря, Путина поймал его же историческую лаву. А потому что Путин говорил, вот мы восстанавливаем историческую поведливость. Вот, значит, Украина никогда не была этим государством, она всегда ходила в Путин России, но он просто не учил. Вот, наверное, там до седьмого класса он просто плохим учеником, поэтому тогда, когда проходили вот эту историю, он ее не помнит. Да, он не помнит, что такое и Киевская Русь там, и не помнит, что тогда, когда в Киеве уже было... Были каменные здания, в России не было даже государства. В России были медведи и волк, а вообще людей-то не было. Там были какие-то собиратели кореньев, да, и охотники отдельно. Там не было даже вообще не только государственности, как государства. Никакой в Москве, ни тут никаких дорог не было. Там не было даже строений, деревянных даже не было, они землянки еще жили. А потом вот там они где-то там какому-то там в XIII веку все-таки там, значит, основали Москву, и Москва тогда была деревянная. Это Москва не дошла. Москва каменная состояла только в XVI веке, то есть на шестный год позже вас. Да, и поэтому Путин, который надувает щеки, говорит, что там, где я, слопа, ищу Украину в Испании, да. Ну, понятно, конечно, потому что просто человек, который ищет, он не может ничего найти, потому что его-то самого не существует. Вот. А Китай сделал с ним такую же штуку. Да, Китай ему напомнил, что, в общем, половина Сибири и Дальний Восток – это был Китай. Историщество. А потом вот там было, там были несколько наборов, по которым в результате там всяких опиумных войн, там ничего чего-то там, отходили какие-то территории Китайской, к Российской империи. Вот. Но они как-то… Китайцы, да, действуют в Китайской. Они же, это одна из самых древних цивилизаций на Земле. И по этому поводу они себя как таковыми считают. То есть, вот, в Китае там… Ну, представляете, в Москве это там тысяча лет. Даже нет тысячи лет, да, потому что тысяча лет крещения Руси. А это рудь была Киевская, да, то есть, в Москве это же… Вот Москва, 850 лет в Москве, да, вот, не дали было там сколько-то лет, десятилетия тому назад. Вот. То есть, им даже тысяча лет. А Китай там четыре-пять раз больше. Да, и тогда, когда Китай был, у них даже письменный был. То есть, а в России даже письменное состояние, да, потому что Россия, там, письменность пришла из Греции и так далее. Ну, к нам всем, да, потому что у нас такие бурьерные всякие вещи были. То есть, устный эпос, но у нас не было письменных. И, ну, на самом деле, вы знаете, меня, кстати, это всегда умиляет, потому что вот эти все патриоты русские, да, которые говорят, что, ну, там, мы вообще крутые все. Во-первых, православие вообще не русские, да, начнем с этого. Иисус Христос не родился в Москве, да, его не распяли на... В Вологде. В Вологде его не распяли на Воробьевых горах в Москве. И его совсем даже распяли в совсем другом месте, вот, и так далее. Вот, и вообще, в Москве, странно говоря, если... Это для меня, конечно, обидно, вот, да, ну, как там, да, только какого-то там русско-этнического человека. Для меня, вот я живу во Франции, да, и я смотрю, вот, езжу по другим городам в Сосу, да, или там, в Придерку, да, или там, в Иоанн, или там, даже вот там, мы должен какой-нибудь там подпорить. И в нем-таки есть какой-нибудь там театр, который остался еще от Римской империи. Да, и вот, то есть, понятно, что вот они еще были до нашей эры. Это были, конечно, еще не Франки, это, конечно, были Мегалы, это были какие-то там, ну, совершенно люди, но вот Римля, они тогда уже здесь были. Вот, и они, когда здесь были, они уже, когда приходили, они уже мастили все камнем, и они уже создавали, значит, дворцы, и у них уже была паня, у них был водопровод, и, хотел сказать, у них было уже электричество и интернет. Вот, но единственное, что у них не было, это электричество и интернет, а все остальное у них было. У них даже была уже демократия, вы будете следствовать, вот, у них даже демократия. Вот, и по этому поводу, конечно, мне как этническому русскому это ужасно совершенно осознавать, потому что, ну, первые какие-то постройки, да, вот деревянные постройки, которые до нас дошли, это Киры, да, которые, я не знаю, там, какой-то там 16-й век, да, вот, а остальное просто ничего не дошло, потому что просто его нет. И плюс еще революция, плюс это, там, разрушение церквей и храмов, и получается, что ни одного исторического города, то есть, есть исторические города, какие-то там Псков, Новгород, какой-нибудь там, Ярославов, да, тут Болотово-Кольцово какой-нибудь, да, это вот более-менее там какие-то старые места. Ну, теперь представьте степень нашего недоумения, когда у нас в Херсонской, Запорожской области скифские бабы стоят, да, у нас под Киевом в десятки километров от моего дома буквально три полья с древнейшей культурой, и какое-то чувырло бункерное нам заявляют, что Украину придумал Ленин, да. Ну, очень хочется, чтобы в этот момент, вот сейчас ему лекцию читал Си Цзиньпини, рассказывал, что Сибирь и Дальний Восток тоже Ленин со Сталиным придумали, и нужно с ними разбираться. Давайте вернемся к этому визиту все-таки. Очень, как по мне, интересное событие произошло, кровавое. Перед визитом Си появились данные о том, что в Центральной Африканской Республике вагнеровцы убили 9 китайских граждан. Вы верите в совпадение в этой истории? Нет, совпадение, так и такого типа совпадения я не верю абсолютно. Да, и, ну, это Пригожин. Это личная инициатива Пригожина, это не Путин, потому что Путин очень сильно зависит от Си Цзиньпини, и он, конечно, на такое решиться не мог. Путин не мог отдать такого приказа, потому что это просто ужасно совершенно, и это жуткая совершенно месть Пригожин. Потому что Пригожин, строго говоря, это русский Трамп. Вот на меня сейчас опять накинута куча русскоязычных трампистов, которые говорят, как вы можете сравнивать Пригожина и Трампа. Хотя, в принципе, это одного поле ягоды. И Пригожин в любом случае, он уже идет давным-давно на революцию внутри Российской Федерации. Но революция такая популистская. И поэтому его обращение, кстати, напрямую к Зеленскому, его обращение, его матерение генералов и Шойгу, и того самого Герасимова, это тоже, на самом деле, акт, как это называется, бунта. Это бунт. Это бунт. За это вешали на кораблях, за это вешали на реях. Но в Российской Федерации нет ведь Путина, на самом деле. Мы с вами, кстати, об этом уже говорили. Я вам уже давно говорил. С сентября месяца Российской Федерации, исполняющим обязанности президента Российской Федерации, является Пригожин. А Путин, просто в бунте, где какой-то бунтенный дед, который время от него выходит, делает представление, типа, присоединение этих самых регионов ваших, сворованных, вот, или что-нибудь в этом роде, но он президентом не является. А тут вдруг еще и Гага подтвердила, что он не является президентом. И, конечно, это Пригожин, это лично Пригожин. Но это месть Пригожинская, и это доказывает, о чем тоже мы с вами уже говорили, что Пригожин глуп, он не политик. То есть у него есть потенциал, вот, кстати, я слушал Арбаса Галямова, который говорит, ну, Пригожин, если он там видит, у него никакой, никакого потенциала нет. Я совершенно не согласен с Галямовым. Я считаю, что прибожин огромный кукулистский потенциал Российской Федерации, но Пригожин не политик. Он зрели, как бы медленный, он чувствует, где проходят какие-то важные, важные вещи. Он на инстинкте может работать, и у него правильный инстинкт. Но он очень сильно заигрывается, и он давно заигрался. И вот если он себе позволил такое убийство, он не может не понимать, что все этого не просят. То есть вот китайцы это не просят никогда. Вот теперь мы будем ждать, когда будет 15 варнеровцев, повешенных за ноги, с отолбленными головами, со скрещенной кожей. А китайцы, они ведь такие, они сделают это в соответствии с освоениями обрядами, и это, конечно, он не в отделу совершенно. Нашел на кого... Почку катить. Да, почку катить. Да, вот мы нашли ласковый смол, потому что у меня матерное слово, но я его не лишался. Ну, возможно, он действительно понимает, что после предъявления ордера Путину в Кремле точно идут процессы, о которых, кстати, говорит украинская разведка, о том, что операция «Приемник» уже началась, его ищут, так называемые элиты, но ищут без участия Путина. Вот как вы думаете, насколько этот ордер на арест Путина усложнил жизнь самому Путину, усложнил его главную на сегодняшний день задачу выжить, и действительно ли его окружение уже за спиной готовит этот переворот? Я здесь самыми черными красками все это дело должен добавить к тому, что вы сказали. То есть Путин закончился, все, нет никакого президента Путину. Есть доживающие свои дни, даже не Акела, это уже просто падаль какая-то. Различный год. Да, но я с вами здесь не соглашусь, что без его участия. Знаете почему? Потому что я переслушал его выступление в Улан-Удэ, это пронетный завод. И случайно совершенно переслушал, потому что мы чего-то делали. Я в какое-то было интервью с вашими коллегами, в моем канале, и там сказали, вот ни к тому ни с чему он вдруг вспомнил какое-то там успехи терновые в сельском хозяйстве и упомянул фамилию Дмитрия Николаевича Патрушева. И тут я вспомнил эту историю, которую давно рассказывает Валерий Дмитриевич Павловенко, которая давно рассказывает мой партнер по интернету генерал СВР, о том, что Патрушев всячески лоббировал своего сына как преемника. Я в этом дело, как раз сразу он сказал, довольно слабый век. Я не очень сильно высказывал свои сомнения, но довольно слабый век. Потому что, ну, в общем, Николай Патрушев не знает ни кто, он вообще никто, и так далее. Хотя, с другой стороны, это не аргумент, потому что Путина в 1999 году тоже не знал. И тем не менее, он стал президентом российской фермии. Поэтому по поводу Макрона, кстати, во Франции тоже не знал никто, и он стал президентом. Трампа не знал никто, и он стал президентом. То есть сам факт того, что у вас никто не знает, значит, что у вас некий каких-то электорального потенциала. Но тут вдруг сам Путин, вдруг, говоря о какую-то войну, стал, ну, вот, вы знаете, вообще-то, вот у нас там большие прорывы в сельском хозяйстве, и вот, значит, мы там больше 100 миллионов тонн, но насколько это 100 миллионов, в этих 100 миллионов тонн присутствует сворованное зерно в Украине, надо поговорить, там 20 миллионов, наверное, вашего, и там 10 миллионов, по крайней мере, да, в минимуме. Но, с другой стороны, там, результаты в сельском хозяйстве в российской фермии, на самом деле, реальные. Это реальная область, которая действительно поднялась благодаря западным санкциям в 2014 году. не потому, что это россияне делали, потому что были немецкие фирмы агропомышленные, которые работали на российском рынке. Они не ходили уходить с российского рынка, мы их путем там на долин, на своих друзей немецких, и они просто перерегистрировались как российские фирмы. И действительно, Россия стала метроэкспортером зерна, то, чего никогда не мог достичь с Россией. Плюс у России есть другие какие-то культуры, которые она производит. Ну, вот там Путин про репу вспомнил вам недавно, да, ну, это, конечно, анекдот, но, в принципе, они там что-то там производят. И, да, довольно приличный. Но самый интересный вариант это то, что вот в этом Улан-Удэ он почему-то вспомнил первый раз, вот я обратил внимание, это мне лизануло ухо, когда я переслушиваю, что значит вот Дмитрий Николаевич Патрушев. А это значит. Тогда еще, кстати, ордера не было. А это значит, что на Путина начали уже очень сильно долить вот это окружение вот эти ясные. Потому что в следующем году выборы, и все понимают, что никакой Путин на фоне того, что происходит в Украине, то есть проигрыша войны, проигрыша войны, спады в экономике, убийства огромного количества, самоубийства России через своих военнослужащих, у него никаких шансов нет, избраться даже в этом российском обществе, потому что на самом деле, вот здесь, я согласен с Валяновым, который, в общем, политиснолог и политолог, который напомнил, что даже по российской социологии официальной электоральный рейтинг Путина упал еще два года назад от 70-ти до 40-го власти, то есть до электория. Вот, и если сейчас посчитать реальный рейтинг Путина, то, наверное, у него он ниже 30-ти. Это, кстати, было всегда в Москве и Санкт-Петербурге, только в Санкт-Петербурге говорили о том, что у него 20-15, в Москве 20-25, вот, ну, заходят до Чечня в ТО-60, в Ингушетте 225, там, и так далее, да, и таким образом уже там поднимается до 60-ти. Вот, в среднем по стране. Ну, на самом деле, он, конечно, он мертвый человек, от него все устали, абсолютно все устали, и плюс он проиграл войну, которая должна была быть трехдневной войной, там, недельной войной, войнушка быстренько, быстренько заварили кашу, быстренько подъедили и пошли шампанское. Вот, а получилось все наоборот. И, по этому поводу, я так думал, что вот копиратив Козера Путин ему уже дал понять, что все, уже надо копировать, значит, и давай, 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 И, вот эта история с Димой, младшим, Патрушевым, которого Путин сам лично упомянул, она, в общем, не говорит о том, что, скорее всего, он и не выдавит. А теперь все. Теперь, теперь у него даже варианты. Потому что все, он, под ордером, и другое, другое дело, что это надо быть полным идиотом Патрушевым, чтобы срендоваться теперь с Путиным, и с ним какие-то договоры заключать. то есть ему, вот если, это то, что я всем говорю уже год, они почему-то не слушают, они идиоты, вот, они не слушают умных людей, нас с вами, вот, и не понимают, да, что есть только один, один путь по Российской Федерации закончить красивую эту войну. Это сербский путь, это арестовать Путина, и сдать его угрозу. Вот то, что делали, сделали сербы с Нолошевичем, и благодаря чему сербы оставили живые. Вот, для Российской Федерации это единственное... Насколько он реальный, я только вот хотел на это вывести. Вы говорите о той ситуации, когда на Путина давили, но сейчас, после ордена, уже давят на тех, кто давил на Путина, и они прекрасно понимают, что они следующие. Им реально, элитам и олигархам, реально, самый выгодный сценарий выдать Путина. Олигархи же тоже, они прекрасно понимают, что, санкции не закончат действовать, пока Путин у власти. Конечно. Плюс, вы же понимаете, что на прошлой неделе было сборище РСПП, на которое первый раз 15 человек не явились. И просто не явились, а сказали, что мы... Вот, даже потому, с войсками НКВД он поведет, и мы не пойдем. Потому что все, мы паскасы в этом не хотим больше. Все. Там один вспомнил, что он узбек, да, и сказал, что больше всего я никакой не расстил, россиянин, я еду в Узбекистан, и в СССР, я не буду пользоваться ими. Там кто-то вспомнил, что он больной, третий вспомнил, что он пенсионер, четвертый вспомнил, что у него там жена больная. Ну, то есть, вы представляете, да, на это сборище раньше с Путина дрались, деньги платили, там бабы платили, чтобы там на каком ряду сидеть, чтобы поближе к нему, да, чтобы там, я не знаю, там поручки системы, проходят, да, а тут 15 значимых игроков, тяжелорезов, а вдруг решили вообще туда даже не ходить. То есть, понятно совершенно, что разборки, шатания в Итлах уже давно идут, и там кто-то сбежал, Чубай сбежал, да, там еще кто-то, и там какие-то люди, там кто из них там в Яндексе ушел, Кудрин ушел из правительства и со всех чиновничьих постов, из-за того, что я теперь в интернете буду работать, там в Яндексе буду работать, потому что там проблемы там с собственностью, вот и так далее. Ну, то есть, понятно, что разводы с шатаниями идут, а вот это тоже он абсолютно. И самое главное, Путин же прекрасно это понимает, то есть он, хотя, конечно, там и сам есть бывший, там и гидаист, и, конечно, он там очень мало занимает что-нибудь вообще в праве, но диплом к нему есть, он понимает, что, ну, это беспринцентно решить, потому что, а компания какая? Каддафи? Каддафи, кстати, предъявили это дело за 4 месяца прежде, чем его запилим народ. Да, это очень неприятно. А потом там дальше африканцы какие-то идут, совсем непосредственно. Вот, и он может надувать щеки сколько угодно, но он же 90. И вот он понимает, что такой форбер на арест подозреваемого и объявлен в международный рост. И он понимает, что такое, что вот из страны, которые по международным своим обязательствам обязаны его, по крайней мере, задержать. Может, они его не арестуют, может, они его еще не выдадут, но они обязаны его задержать и дальше связаться с международным судом и обсудить процедуру, а дальше там несколько судья решает и всего подголок, не передалок или куда-то. И это Кутину как какому-никакому аюлисту понятнее, чем кому бы это ни было. И это ему очень неприятно. А элитам-то совсем плюс к тому же, он же и собрал для чего. Он им сказал, вы знаете, кстати, речь была хитрая, вот над ней там издевались. На самом деле, я бы не сказал, что так, она совсем уступовая речь, ну там, конечно, всякие девочки, всякие какие-то прибаутки, шутки, мы оставляем за скобками, но он не сказал ни слова про войну. Это не касается этого Российской Федерации, сама как бы она чего-то там ведет, там, этого спецоператора. Он сказал, что мы вас попросим участвовать в социалах. То есть, грубо говоря, он хотел сказать другое, что у нас из бюджета на этих денег больше нет, у нас они все на войну уходят. Поэтому вот теперь все, что было заложено в бюджете на социалку и на народ, теперь это вы. То есть, налог на вас, не военный налог, потому что я не могу объявить, потому что войны никакой нет. Хотя там военное положение объявлено, там, какие-то военные рельсы перешла Российская Федерация, но в принципе формально этого нет, не закликнуло это ни где. Вот по этому поводу я от вас не на военные деньги прошу, а на социал. А это значит, что они же поняли, что это вот там сегодня надо отдать 10%, а завтра 20%, а завтра 30%, а через год без штанов останешься. И плюс санкции, и плюс ты к тому же еще никуда не выездной, и никуда не въездной, и никуда вообще не рухожатный, и чем дальше, тем больше, и больше того, этот человек теперь еще подозреваемый в уголовном, тяжком уголовном поступлении перед международным судом. То есть, если ты с ним что-нибудь подписываешь, что ты соучастник, и кому это нравится, и кому это нравится. Визит в Крым и в Мариуполь кому адресовался? Своим элитам или, возможно, населению? Вот вы правильно говорите, Путин несколько месяцев уже дистанцировался от войны. Он о войне с простыми гражданами не говорил. Но после этого ордера он все-таки замазался, и в Крым слетал, и не он, понятное дело, двойника своего, скорее всего, отправил и в Мариуполь под покровом ночи. Кстати, это все происходило. Вот для кого, для чего понадобился этот выход? Вы знаете, здесь ответ очень простой, потому что они сами не знают ничего. они перестали вообще владеть процессом. И, то есть, совершенно непонятно, кто там принимает решение, потому что раньше, когда Путина, мы, кстати, с вами уже обсуждали, даже с телевизионной точки зрения, когда раньше Путин куда-то появлялся, всегда была, по крайней мере, красивая картинка. всегда была профессиональная красивая картинка, всегда была, я не знаю, глянцевая бумажка, всегда были хорошие камеры, всегда были хорошие ракурсы, всегда была интересная картинка. С телевизионной точки зрения, эстетически, это была красивая картинка. За ней ничего не стояло, но картинка была красивая. А теперь даже это. И, то есть, вообще никакого смысла нет, потому что, ну, посмотрите, значит, ну, то есть, него, конечно, двойник, ну, какой Путин доедет до места, куда может что-то пометить. А в Мариуполь прилетала и не раз. Да, это вот, там, Крым еще, и в Крым, кстати, прилетала и не раз. Да, и в Ростов, кстати, прилетала и не раз. В Ростове на прошлой неделе сгорело здание ФСБ. А он через два дня туда приехал и говорит, да, да, вот я посмотрите на развалины. Я приехал, затушить пожар, я пожарный, да, вот помочь приехал, францбой это у вас работает еще, дайте мне подержать, я там, на пожареще еще немножко покапываю, или там подписываю, пойду на пожареще. То есть, конечно, это не он, это не висиск, но смысла никакого не было в том, что он делал. Вообще, это разбирать, вот мы можем с вами разобрать. Давайте, значит, Крым, 9-е годовщие, глава государства приезжает в Крым. Отмечательно, Раби. Хочешь, ты отметить? Ладно, собери татарстное собрание общественного и руководства города и республики, отметь, речь произнеси часа на полтора, как Брежний, да, вот то, что ты делал там на 21 число. Вот, знамена, там солдаты, дети, девочки с флажками, пионеры. Ну, вот я это, жил там в Советском Союзе, да, вот у нас это все дело-дел. Понятно, что до этого ничего не стояло, но, по крайней мере, это все умели делать, да, вот там какие-то там праздники, это вот так организовывали. Он приезжает открывать детскую художественную школу, в которой нет ни одного ребенка. Ни одного ребенка нет. Дальше он приезжает в Мариуколь открывать филармонию, в которой нет ни одного филармониста. Ни зрителя, ну, то есть ничего. И это вот то же самое, как он приехал в Улан-Удэ на вертолетный завод и полетал там на тренажере компьютерном. То есть вертолеты, там нет ни одного собранного вертолета, да, вот мне там какие-то люди сказали, что ну нет, есть в России какой-то завод, который делает роторы. Никаких роторов нет. Сич делал роторы, Мотор Сич запорожил, запорожил, делал роторы для военных российских самолетов. А теперь нету этих роторов, потому что у вас посадили генерального директора и по этому поводу они не представляют российскую генерацию. Ни роторы, ни запасные части. Эти вертолеты никогда не полетят. И он там летал, поэтому на тренажере. Это было тоже смешно. А не здесь он, значит, приехал, открыт, и, значит, он приехал на местность ночью, ладно, ладно, и ему человек говорит, у нас там есть школа, возиться. Приведи его в школу, приведи его в больницу, покажи ему там. А нет, он его поставил в столик на детской площадке и он ему картинки показывал. Картинки ты мог ему в Кремле показать? Какие проблемы? Картинки. Если он приехал на место, то ты посмотри, это тогда пощупай, там, я не знаю, скажи, вот, хорошо, красиво. А то он ему говорит, вот, знаете, у нас там подальше больницы, а вот это еще подальше школа. Но она пока в темноте. Но пока она в темноте. А вот я вам картинки покажу. И, значит, под покром темноты он сказал на какой-то детской площадке ему показывал картинки. Ну, большего глупости никакой нет. Дальше глупость следующая, это совершенно замечательно. Я все жду. Я уже несколько раз об этом говорил месяцем, месяца четыре назад и даже месяцев девять. Я жду, когда проснется российский обыватель. Я жду, когда люди в каком-нибудь том же самом Гулан-Удэ приняты ворожить. Или в каком-нибудь, я не знаю, там, Красноярске скажут, вы знаете, вот у нас тут микрорайон, мы стоим на очереди на квартиры 30 лет. Вот мой дедушка, ветеран, так и не дожил до картин, который ему обещал еще Сталин. Ему обещал Сталин, потом Хрущев, потом Брежнев, потом Андропа, потом Черненко, потом Горбачев, потом Ельцин, потом Медведев, а потом Путин. И вот он для нее не дожил. А теперь каким-то русскоязычным, в каком-то мариукуле, извините за выражение, это я перед нашим украинскими зрителями, они должны понимать, что это вот так говорят эти обыватели в российской глубине. За 4 месяца вдруг выстроили навяг микрорайон со школой, с больницами, с магазинами, с гевроремонтом, с дорогами, ну там наполовину деланными. А у нас в Улан-Удэ, у нас вот 50 лет мы в бараке и сортира на улице. И вот почему вот им этим русскоязычным, значит, я тоже хочу в Мариуполь, скажет этот человек из Улан-Удэ. А дальше ему жена скажет, ты знаешь, я лучше в своем бараке буду с сортиром на улице, потому что в Мариуполь может прилететь что-нибудь от украинца в твою квартиру, а ко мне сюда ничего не придется. И поэтому нафиг мне не нужна твоя квартира. Но вопросы эти будут задавать, потому что вот эти триллионы, которые сейчас они, то есть сначала они с лица земли все это дело стерли, а теперь угощивают триллионы, чтобы это дело восстанавливать. И вот этот все-таки обыватель, он же ведь тупой, и он эгоцентричный. Говорит, и Россия, это российская круна, это нацистская круна, потому что они говорят, укропы, это вообще ни во что, это не нация, это не страна, это ничего, то есть вот это жуткость, совершенно какое-то непонятное образование. Никакие не украинцы, никакая не Украина, и вдруг этим никаким не украинцам, и в какой не Украине бум, и за четыре месяца построили то, для чего они даже и думать не могут в каком-то Улан-Удэ. И вот я жду, когда вот они проснутся. И вот с этим Путин приезжает с этой картинкой, он приезжает, для них картинку какую-нибудь покажет. Это вот им хочет, да, вот ребята, вы в своем, я не знаю, Симбирске, что там Улан-Удэ, Московская область, Ленинградская область, это вот там отъедьте, как у нас говорят, 20 километров от центра Москвы, и вот там софтира на улице, а он показывает, а вот Мариуполь мы выстроили, и будет это продолжаться, и причем он же сказал-то, вот какой-то вице-привет, все города там, вот этот квартал Ленинград, это значит за деньги муниципального образования Ленинграда, это значит все, что у вас там не достроено, это будет построено в Мариуполе, вот один квартал это не достроено у вас на Ленинграде, другой квартал это не достроено у вас Московской области, третий квартал в Ленинградской области, еще какой-то, и вот я жду, когда вот они эти вот жуткие совершенно уроды, скажут, что типа, а почему и? А почему нам? Нам давай. То есть плюсов от этого турне вообще не наблюдается, а вот минусов предостаточно. Очередную глупость в Кремле. Плюсов негатив, потому что, ну вот, причем я смотрел там человек 20, которые выступили, каждый со своей стороны, у каждого есть какая-то деталь, которую он подметил, но ни один человек не сказал, что это удачный милист. Да, ни один. Я думаю, что даже вот эти Соловьевы там с, как там, Скобеева, как я сказал, Скамейкина, даже они начнут катиковать вообще-то. Почему не удастся? Эти уже речи пишут о том, как они работали под принуждением и подкапывали этот режим. Скоро, надеюсь, уже услышим. Давайте о другой глупости, которую сотворила Российская Федерация буквально недавно, сбитый беспилотник над Черным морем. Это было зачем сделано? Ну, это, на самом деле, вы знаете, я бы здесь не переоценил эту штуку, потому что этим все страны занимаются в самом деле. Просто это не привлекает столько внимания, но на самом деле Российская Федерация нарушает границы НАТО в Азербайджане каждый день по три раза, над Балтийским морем, там, я не знаю, там, на Польшу, на еще, еще три года. Вот, и к этому все давно привыкли с этим, и на самом деле, вот я уже где-то говорил, что все военные, они же издевают от безделья тогда, когда нет войны. И они, кстати, не умрады, то есть они играют вот такие игрушки, но они знают правила игры в эти игрушки, и знают, что нельзя предпринять оружие. То есть ты можешь, вы знаете, я тут вспомнил, кстати, на эту тему старый советский фильм, вы, конечно, его не помните, был такой фильм «Чкало». Это был такой сталинское время, героический летчик, и был черно-белый фильм, снятый, по-моему, до войны, даже, или во время войны, «Чкало». И он, значит, такой герой, и он на своем самолете, на самом деле, делал выкрутасу. Ну, ушел, хулигарил. То есть, грубо говоря, что он там делал? Вот там назначил свидание какой-то своей там невесте, и прилетел на этом самолете и прилетел под мостом в Москву, в Москве. Естественно, там переполох, откуда этот самолет, вообще под мостом, там милиция, там расследование, в этом, что-то, это пятый, десятый. И для летчиков, особенно истребителей, для них вот это нормально. И вспомните американский вариант того же самого «Топган» с «Томом Курт». Да, ведь вот это, ну вот пацаны, да, вот они там собачиваются, пьют пил какой-нибудь там, пьют риски, а потом садятся за свои там F-16 там по тем временам, и вот кто покажет круче, как он летал. Да? И, а когда есть какой еще противник, все еще с противником вот такие, какие же вакурутации делают. И, в общем, этот беспилотник, ну это, это на самом деле довольно красиво было сделано, потому что без использования оружия его такти, то ли там этим самым горючим, то ли на самом деле человек его зацепили там чем-то, потому что у него там помелья, вроде там это самый пропеллер, вот, и то ли сами они в конце его утопили, то ли он все-таки, так сказать, утопился, потом надо надо отдать должность, то вы знаете, любой летательный аппарат, если перед ним истребитель, такой, солидная машина, реактивная, с его турбореактивными двигателями впереди его пройдет, то изменяется струя, и любая такая штука упадет. Просто это законы термодинамики, законы физики и так далее. И все это дело было, в общем, на самом деле довольно награнифово, но красиво. То есть оружие не предъявлено было, то есть войне начать не надо, войну никто не объявлял, а чувство удовлетворения осталось. Ну, такая маленькая гад. И Путину понравилось. А уж Путин любит такие, что эти. единственный человек, который вообще когда-нибудь отреагировал на это нормально, был Эрдоган. Когда к нему такая штука залетела в ноябре 2015 года, он ее просто сбил, потом на него обиделся, подулся два месяца, а потом вернулся в обратную сторону. Вот и все. И с Эрдоганом россияне такие что-то больше не делают. Они знают, что если с ним это пойдут делать, то сомнят. Китайцы сомнят. Вот если с китайцами такую штуку сделать, они тоже сомнят. Без всяких, без договоров. Просто три секунды вот войди в китайское пространство, и вас сомнят человек, что он был. А вот с западом это можно сделать. Потому что это ведь система какая-то. такая же система, как парень из подворотни, который приходит в приличную, специализированную языковую школу. А там все мальчики такие, девочки, воспитанные, из воспитанных семей. По этому поводу, когда их обкладывают матом, они просто кратеньки теряют. И не могут ничего сказать. Они потом на экзамене покажут, что он давно. Извините за выражение. Но вот на таком уровне подворотном они отлично ничего не знают. Вот и поэтому это вот такая штука. И американцы, в общем, ну так они, покочевлялись, ну вызвали поклон, ну дали ему там пройти только посудка алсандерики. В общем, все в суде это делали. Рысли все довольны, потому что в целом обсуждали, обсасывали эту историю. И даже продолжаем. Сейчас с вами продолжаем это сказать. Но выгнение яйца это не стоит. Потом НАТО, кстати, вот я всем напомнил, что НАТО тем самым с Чёрным морем занимался, потому что напомню, что Витас не признает, что Крым российский. Значит, они могут заходить, а с украинцами у них хорошие отношения. И поэтому они считают, что они могут заходить не только в территориальные годы Крыма, но и в отностранство Крыма, потому что Украина дает им такое право. Это Россия кочевлятор говорит, это мое пространство. Они говорят, а по международному праву никакой не ваше. И поэтому два года назад там летом были какие-то и какая-то там канонерка английская прошла в 10 милях, а россияне подняли весь свой флот и пытались ее там выдворить, даже там постреляли по касателе, чтобы ее немножко испугать. Но третьей мировой войны после этого делались. Сергей, многие говорят, что США ответили по-своему на этот инцидент, увеличение поставок вооружения в Украину. Сегодня было объявлено, что нас ждет очередная крупная поставка. И Джон Кирби даже вот сказал такие важные очень слова, что вооружение идет в таком количестве достаточно для кардинального изменения ситуации в ближайшие недели месяц. Вы можете сделать сейчас прогноз, да вот смотрите, с одной стороны вот такие заявления. Я не о том, ответ это на сбитый беспилотник или нет. Чего нам ждать? Рискнули бы вы спрогнозировать вот этот ближайший месяц. С одной стороны вот такие заявления со стороны Соединенных Штатов Америки. С другой стороны, я уже суммирую наш разговор с вами. С другой стороны, Си Цзиньпинь со своим мирным планом, который, ну в частности, тоже будет обсуждаться в Российской Федерации во время этих переговоров. Затем, кстати, запланирован телефонный разговор с Зеленским. Возможно, он этот мирный план и будет продавливать. Как вы считаете, как могут развиваться ситуации? Ну, во-первых, у Китая нет никакого мирного плана. Это у Китая просто есть какие-то мирные воззрения, которые никому ни к чему не обязаны. Это никакой нервный план. Это просто они так по Иране. И по этому поводу они, конечно, пытаются выступать в качестве арбитра. Это логично, эта вещь просто дипломатически им выгодна, потому что она показывает внутри Китая, что Китай есть такая сильная держава, с которой считается, которая высказывает свое мнение и так далее. И Китай реально, мы тоже, кстати, Запад надеется, что Китай по крайней мере надавит на Путина в том смысле, что заставит его забыть про Яндерку. Потому что всем понятно, что на консенсальном уровне Россия никогда не выиграет эту войну, а Яндерский его может оставить только Китай и никто больше. И по этому поводу все такую игру красные и белым не называть, да и нет не говорить и так далее. В общем, это не больше, чем дипломатическая игра, но каждый пытается получить свою долю претеренций и выгодной игры. В этом смысле Китай тоже играет, потому что ему выгодно слабая Россия, ему не выгодна смена Путина и ему не выгодно убитой России, как это не фрадоксально, потому что ему не выгодно остаться один на один сапогом. То есть ему вот эта бандитская совершенно слабая Россия с ее ядерным потенциалом выгодна. И, кстати, поэтому то, что мы с вами поговорили, что там история а вдруг они видят какой-нибудь там, я не знаю, там союз с Россией. И это было вообще к России, потому что они все понимают, что они будут играть первую с конкурс, что Россия здесь вообще никуда и ничего. А это дает только преимущество Китая, преимущество Китая, но при чем при том, Китаю нельзя ругаться с Западом в открытии, потому что у Китая 6 триллионов долларов торговый оборот, из которых половина, это Запад. И поэтому Россия в этом торговом обороте 3 процента или 2 процента. И вот даже если в этом году там 185 миллиардов долларов первый раз рекорд поставлен, но это смешно, даже подметки не годится с Толбовья Китая, с Запада коллективно. Соединенные Штаны Америки, с Западной Георгией, с Австралией, с Новой Зеландией и так далее. И по этому поводу, конечно, у Китая такая сложная борьба, они не хотят решать этот вопрос, хотят получать от него выгоду и хотят таскать каштан из огня за чудовища. Понятно. Спасибо вам за этот огромный интереснейший разговор. Для меня час пролетел незаметно. Мы с вами часто говорили? Мы уже часто говорили, я надеюсь, что нашим зрителям будет этот час пролететь так же незаметно, как и для нас с вами. Спасибо вам огромное. Сергей Жирнов, полковник запаса, бывший разведчик, нелегал, публицист, отвечал сегодня на мои вопросы. Всем огромное спасибо за внимание, спасибо, что смотрели, не забывайте на нас подписываться. Субтитры сделал DimaTorzok